Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полвека на сцене в Самарской филармонии прошел творческий вечер, посвященный юбилею народного артиста России Михаила Щербакова. Более 11 тысяч детей в сентябре впервые пойдут в детский сад. Свыше 3,5 тысяч займут места в ясельных группах дошкольных учреждений города. В Самаре состоялось распределение места в детские сады на следующий учебный год. Процедура зачисления детей в образовательные учреждения прошла при помощи электронной очереди. Тему продолжит Ольга Павлова. Прозрачная процедура подачи заявлений на зачисление позволила родителям не только своевременно отслеживать статус заявки, оформленной в электронном виде, но и оперативно вносить изменения в список желаемых дошкольных учреждений. Но мы прекрасно понимаем, что не все родители согласятся с теми местами, которые предложены им. Кому-то в силу географического принципа неудобно будет, и они будут отказываться от представления. Соответственно, все высвобождающиеся места будут повторно распределяться в течение летнего периода. И подача заявлений и дальнейшее зачисление детей в дошкольные учреждения идут при помощи электронных ресурсов. Возможность пойти в детский сад уже с 1 сентября этого года сегодня обрели 11 079 детей. Из них 3581 человек – малыши до трех лет. Их распределят по ясельным группам. В счастливый список дошкольных учреждений, в которых открыли группы для самых маленьких, попала заведующая Ирина Мартьянова. В 2019 году здесь встретили своих первых воспитанников. Сейчас малыши выросли и готовы к переводу в младшую группу. Набор в ясли идет вновь. Но даже если с первого раза в желаемое дошкольное учреждение попасть не удастся, в будущем есть возможность занять вакантные места. Очередь – это как живой организм. Она постоянно движется. То есть в течение года также у родителей, и это их право, меняются какие-то семейные обстоятельства, отчисляются, уходят. Поэтому при появлении вакантных мест любой возраст предоставляется вакансии и место в детском саду. Информацию о зачислении, как и прежде, можно проверить на госуслугах. Если ранее заявитель был в списке очередников, статус изменится на зачислен. Также об изменении статуса родители должны информировать по телефону заведующей дошкольных учреждений. В случае положительного решения, подать и оформить документы на зачисление в детский сад необходимо в течение лета. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Более 20 тысяч детей отправятся летом отдыхать в лагеря Самары. Сегодня об этом сообщили в городской администрации. В число мест и детского летнего досуга вошли 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием и 9 круглосуточных загородных лагерей. Всего в летний период планируется организовать более 40 смен. Напомню, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой наполняемость лагерей составит 75%. Сейчас они готовятся принять детей. Были приняты меры по обеспечению антирористической защищенности и пожарной безопасности. Проведен анализ состояния комплексной безопасности оздоровительных учреждений. А именно, это наличие работоспособности систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, кнопок тревожной сигнализации, целостности ограждения территории, функционирование наружного освещения, организации охраны, состояние автоматической пожарной сигнализации и вывода сигнала возникновения пожара на пульт пожарной охраны. До начала июня специалисты проведут санитарно-эпидемическую проверку мест отдыха подростков. Она также коснется и оснащения летних лагерей. Уже со следующей недели специальная комиссия, в состав которой входит полиция, Росгвардия и сотрудники МЧС, проверит загородные лагеря на работоспособность и готовность принять детей. Безопасность ребенка на совести родителей. С приходом теплых дней увеличивается риск выпадения детей из открытых окон. В этом году правоохранители уже зафиксировали два таких случая. Один с летальным исходом. Как предотвратить трагедию, выяснила мэрия Елчан. Здесь на рабочей 85 несколько дней назад из окна многоэтажки выпал ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. К сожалению, подобные случаи происходят в Самаре и по всей стране регулярно. Только за прошлый год в России из окон выпало 1339 детей. Из них 145 погибли. И несмотря на неутешительную статистику, многие родители продолжают открывать окна и устанавливать антимоскитные сетки, забывая о том, какую опасность они представляют. Чтобы забраться на подоконник, детям требуются секунды, особенно в том случае, когда на их пути нет препятствий. Антимоскитные сетки не могут удержать ребенка, поэтому детская шалость может обернуться трагедией. Правоохранители призывают родителей максимально обезопасить ребенка в летний период. По возможности отодвиньте все виды мебели от окон, чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на подоконник. Используйте на окнах специальные замки, фиксаторы и другие безопасные устройства, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно. Берегите своих детей. Владу Былинкину два года, и он только начинает познавать мир. Пока у него нет чувства опасности и страха. Мальчик любит смотреть в окно, правда делает он это исключительно в присутствии мамы, Татьяны. Девушка рассказывает, что помимо родительского контроля, есть и другие способы, чтобы создать безопасные условия для малыша. Например, такой защитный механизм, как замки с ключом. Это поможет зафиксировать раму в вертикальном положении, и дополнительный ограничитель не позволит открывать окно более чем на 10 сантиметров. Цена на установку ручки с ключом на одно окно варьируется от 300 до 2000 рублей. Перед тем, как заехать в новую квартиру, мы с мужем сразу решили, что на окнах будут стоять замки. Я категорически была против, чтобы все ручки были в свободном доступе. Дети – это прежде всего зона ответственности родителей. Они отвечают за него в полной мере. Падение с высоты чаще всего сопровождается тяжелой черепно-мозговой травмой. Многочисленными переломами, в том числе костей черепа, позвоночника, конечностей и ребер, комментируют врачи. Медики настоятельно рекомендуют, если вы стали свидетелем выпадения ребенка из окна, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Любое неправильно предпринятое действие может привести к необратимым последствиям. Это наиболее тяжелая, высокоэнергетичная травма. Конкурировать она может только с травмой, полученной в ДТП при лобовом столкновении. Лечение растягивается на многие месяцы. Беспосредствия такие травмы не остаются, а реабилитация длится даже годами. Чаще всего из окон выпадают дети от 2 до 4 лет. В 30% случаев это происходит на глазах у родителей. В 70% в течение первых 15 минут после того, как малыш остался без присмотра. Поэтому медики и полиция в очередной раз призывают родителей не оставлять детей в комнате с открытым окном и предпринять все меры безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье своего ребенка. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Решение вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства и создания комфортных условий проживания. В Самаре прошел семинар-тренинг для председателей советов многоквартирных домов, расположенных в промышленном районе. Обучающая программа повышает уровень грамотности председателей советов МКД в вопросах ЖКХ. Что изучают и какие вопросы задают экспертам, чаще всего выяснила мэри Илчан. Светлана Дмитриева, активный житель дома 8Г по улице Береговая, решила прийти на семинар-тренинг, чтобы научиться проводить общие собрания жильцов и повысить свой уровень грамотности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Ведь на обучении можно напрямую получить ответы на все интересующие вопросы от сотрудников госжилинспекции, представителей районной администрации и ресурсоснабжающих организаций, фонда капитального ремонта, регабиратора по обращению с твердыми бытовыми отходами и представителей управляющих компаний. Очень удобная форма взаимодействия с властью. Нет необходимости уже писать официальные письма и ждать ответа. А как раз вот здесь уже есть возможность познакомиться с изменениями в законодательстве и нормативно-правовых актах, регулирующих сферу ЖКХ. Мы очень довольны. Обучиться навыкам управления многоквартирным домом пришли свыше 30 председателей советов и активных жителей. Режение вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания – одно из ключевых условий формирования стратегии лидерства Самарской области. С марта этого года в Самаре работает специальный региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, созданный по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Организацию семинаров-тренингов курирует Государственная жилищная инспекция Самарской области. Чаще всего вопросы председателей касаются смены управляющих компаний и проведения жилищного контроля. Председатели советов не всегда владеют полным объемом информации для эффективного управления многоквартирным домом. Вот эти встречи помогают как раз устранить пробелы в их знаниях, чтобы управление многоквартирным домом проходило эффективно. Обучающая программа для председателей МКД реализуется во всех районах города. Встречи проходят в формате группового обучения и индивидуальных консультаций. Мэри Елчан, Василий Колдашов, События. Новым министром промышленности и торговли Самарской области может стать Андрей Шамин. По данным собственных источников Самары ГИС, это решение может быть принято в течение ближайшего месяца. Андрей Шамин ранее занимал должность заместителя министра. Курировал нефтехимическую отрасль в Самарской области. Со 2 марта после ухода с поста Олега Жадаева стал в Рео министра промышленности и торговли региона. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила моя коллега Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Египет ввел платные визы для туристов. С чем это связано? Да, чтобы попасть на популярные курорты Красного моря, придется не только проделать долгий путь, но еще и заплатить за визу. Египет вернул плату для туристов. Ее отменяли с ноября, чтобы привлечь отдыхающих. Сколько будет стоить виза, расскажу позже. А пока о том, как вернуть налоговый вычет за жилье в упрощенном порядке. Чтобы получить вычет по расходам на приобретение жилья или погашение процентов по ипотеке, больше не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы. В России упростили получение налогового вычета. Федеральная налоговая служба соберет всю необходимую информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену добровольно. Налогоплательщику достаточно подать заявление на сайте госуслуг или федеральной налоговой службы, рассказывает наш постоянный эксперт, адвокат Денис Герасимов. Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, то вы сможете подавать заявление о налоговых вычетах без заполнения специальной формы 3НДФЛ, которая раньше требовалась заполнить, отсканировать и направить либо в бумажном виде, либо в сканированном виде в налоговый орган. Теперь этот сервис доступен онлайн. Это, я думаю, существенно упросит в жизни многих людей. Кроме того, сокращаются сроки проверки права на вычеты и возврата средств с 4 до 1,5 месяцев. Налогоплательщики смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ через сайт. Отслеживать процесс получения вычета можно теперь с момента подписания заявления до возврата налога. Египет ввел платные визы для туристов, приезжающих на курорты. Путешественники, желающие отдохнуть в Хургате и Шарм-эш-Шейхе, должны будут заплатить 25 долларов. С 1 ноября Кабмин Египта освободил туристов от платы за визу, чтобы привлечь отдыхающих и поддержать турбизнес, пострадавшие из-за пандемии. Акция действовала до 30 апреля. Представители сферы туризма просели власти Египта продлить льготный период до ноября, но безрезультатно. Для получения визы туристам потребуется предоставить заграничный паспорт, действующий не менее полугода с момента въезда в страну, и туристический ваучер. Виза выдается на один месяц. Министерство юстиции предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей правил дорожного движения, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами. Такая мера поможет усовершенствовать порядок взыскания. Сейчас исполнительные листы по делам о нарушении ПДД составляют значительную часть документов. Эту работу ведет судебный пристав, который направляет необходимые запросы в банки и кредитные организации. Это неэффективное использование ресурсов. Официальный курс доллара на 22 мая 73,58 рубля. Доллар потерял 2 копейки. Евро 89 рублей 94 копейки. Европейская валюта прибавила 17 копеек. Нефть марки Brent 66 долларов и 8 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе – 63 918 человек. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За сутки выздоровели 113 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 60 972 пациента. Провести выходные с пользой для здоровья региональные власти предлагают жителям области совместить приятное с полезным. Шоппинг в магазинах с вакцинацией от коронавируса. Во многих торговых центрах оборудованы прививочные кабинеты. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Подробности в сюжете. Родители Тольяттинца Рустама Сахабова коронавирусом переболели, причем в тяжелой форме. Лежали в больнице. Мужчину вирус обошел стороной, но он решил подстраховаться и пройти вакцинацию. Благо, прививочный пункт в буквальном смысле оказался у него на пути в торговом центре. Времени не было записаться. Как-то прогуливался по Руси, увидел там вывески, увидел, что здесь производится вакцинация. Решил поставить, думаю, чтобы защитить себя, близких, обезопасить. Все-таки как-то хочется побольше погулять по улице. Жителям региона доступны все три вакцины от коронавируса. Гам-Ковид-Вак, она же спутник Ви, и Пивак-Корона, и Кови-Вак. По словам медиков, все перечисленные прививки у пациентов не вызывают никаких осложнений и хорошо переносятся. В отдельных случаях возможно повышение температуры, а зно поголовная боль. Но симптомы проходят быстро. И в основном встречаются у молодых. Что касается лиц старшего возраста, которым особенно важно сделать вакцинацию, поскольку они находятся в группе риска, на их самочувствие она не сказывается. На этот раз в торговом центре Тольятти прививали вакцины спутник Ви. Этой вакциной мы работаем в середине декабря 2020 года. И могу с уверенностью сказать, что на текущий момент каких-то серьезных побочных явлений после этой вакцины у нас не выявлено. Переносится очень хорошо. Мы приглашаем на вакцинацию всех жителей и гостей города, тех, кто сознательно относится к сохранению своего здоровья и жизни, а также к сохранению здоровья и жизни своих близких. Чтобы сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Прививка от коронавируса добровольна и бесплатна. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, консультирует. В мобильных пунктах прививают в порядке живой очереди. Что касается поликлиник, то тут требуется предварительная запись. Записаться можно через портал госуслуг по телефону 122 или непосредственно в поликлинике. Напомним, что в выходные на парковках некоторых торговых центров работают мобильные прививочные пункты. И можно сделать прививку практически не прерывая шоппинга. Виктория Шарая, события. Вакцину от коронавируса внесут в национальный календарь прививок. Правительство России поддержало такую инициативу. Уже подготовили поправки в закон. Если его примут, то ежегодно будет проводиться бесплатная добровольная вакцинация граждан от COVID-19, которая будет оплачиваться из федерального бюджета. Но она станет обязательной для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень, в том числе для медиков и учителей. Чтобы привить от коронавируса 60% населения в этом году, потребуется изготовить дополнительно 30 миллионов доз прививки. На это уйдет 26,5 миллиардов рублей. Самарская общественность призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и особенно скорость при подъездах к пешеходным переходам. Эту неделю ООН объявила глобальной неделей безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД провели акцию по соблюдению скоростного режима в Самаре. Подробности у Сергея Кизоркина. На одном из самых оживленных пешеходных переходов Самары, рядом с загородным парком, прошла акция глобальной недели безопасности дорожного движения. Ее проводят во всем мире по инициативе ООН уже в шестой раз. В нашем городе ее поддержала молодежь юной армии. Для них безопасность на дорогах – не пустой звук. С правонарушениями надо бороться в любом случае. Здесь вклад каждого очень важен. Помогли провести акцию полицейским и представители общественного совета при главном управлении МВД. Инспекторы останавливали автомобили, а общественники напоминали водителям, как важно соблюдать правила дорожного движения, в особенности скорость движения в городе. Ведь от этого зависит жизнь всех участников движения – пешеходов, автолюбителей и пассажиров. Особый акцент сделали на безопасности детей. В преддверии летних каникул водители должны быть особо внимательны, потому что очень много школьников, которые на период летних каникул гуляют в парках, в общественных местах. Соответственно, чтобы водители обращали на них внимание, пропускали их и соблюдали правила дорожного движения. Профилактические акции и рейды госавтоинспекция проводят в Самаре регулярно. По оценке правоохранителей, это приносит свои плоды. Благодаря подобным мероприятиям, проводимым госавтоинспекцией, также и другими заинтересованными ведомствами, у нас на территории региона произошло снижение, в любом случае, ДТП с пешеходами. Пешеходы являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. И к ним относиться нужно с наибольшим уважением. Во время акции автоинспекторы сняли видеоклип, в котором пешеходы просят водителей быть осторожными на дорогах. И особенно при приближении к зебре. Неважно, со светофором или нет. Дорогие друзья, участники дорожного движения. С 17 по 23 мая во всем мире проводится 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения. Благодаря таким акциям кривая графика статистики по ДТП, погибших и раненых в них по сравнению с прошлым годом ползет вниз. Снижение произошло почти на 20% по авариям и на 60% по летальным исходам. Молодежь очень часто также является водителями. Также, возможно, какой-то юношеский максимализм тонирует машину. Тоже плотная пропускаемость света, не видно, и также попадают в аварии. Не стыдно соблюдать правила дорожного движения. Стыдно, наверное, ради какой-то моды подвергать свою жизнь и жизнь окружающих риску и опасности. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Поддержать малое и среднее предпринимательство. Самарский филиал «Энергосбыт плюс» наградил самых надежных клиентов юридических лиц. Подробности в нашем сюжете. Для самых ответственных – забота и теплом. Самарский филиал «Энергосбыт плюс» поощрил самых надежных клиентов в сфере малого и среднего бизнеса по итогам отопительного периода. Это знак поддержки, это знак благодарности нашей. У нас достаточно много клиентов, которые выполняют свои обязательства по договору. На сегодня у нас был достаточно непростой выбор по определению таких клиентов. Поэтому мы даже пришли к тому, что воспользовались генератором случайных чисел. Каждый из шести финалистов конкурса «Надежный партнер» вовремя оплачивал счета и выполнял мероприятие по подготовке к отопительному сезону. Энергетики вручили лидерам из числа предпринимателей благодарственные дипломы и памятные подарки. На самом деле приятно, очень удивлен. Поэтому это отдельное спасибо. Всегда компания отзывчиво относится к своим клиентам. Мы за то, что являемся надежными клиентами, получаем бесперебойно и вовремя все услуги и отопление, и горячее водоснабжение, без которого мы просто не сможем работать в нашей компании, потому что мы не сможем оказывать качественные услуги нашим пациентам. Всего за звание «Самого надежного партнера» боролись более 13 тысяч юридических лиц. И это лишь одна из акций, которые регулярно проводят теплоэнергетики для поощрения потребителей горячей воды и тепла. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. В Самарской филармонии отметил свой тройной юбилей народный артист России Михаил Щербаков. Художественному руководителю и главному дирижеру Академического симфонического оркестра исполнилось 70 лет. Ровно 50 из них он занимается творчеством и 30 живет в Самаре и работает в филармонии. Как прошел праздничный концерт в честь маэстро, расскажет Михаил Ермоленко. Народный артист России Михаил Александрович Щербаков начинал свою карьеру как скрипач симфонического оркестра. Затем был концертмейстером и лишь потом дирижером. Творческий диапазон музыканта очень широк. Под его руководством оркестр исполняет почти все симфонии Бетховена, Брамса, Чайковского, Рахманинова и многие другие узнаваемые мелодии из мирового симфонического репертуара. Свой юбилей маэстро отмечает на родной сцене. Музыканту исполнилось 70 лет, 50 из которых он посвятил творчеству. Еще одна знаковая дата. 30 лет Михаил Щербаков работает в Самарской филармонии. У меня сейчас внутренняя реакция в основном одинаковая к этим цифрам, что они как бы для меня уже кажутся нереальными. Так не бывает. Однако приходится признавать это. Программу юбилейного вечера маэстро построил по принципу «по волнам памяти». Со всеми произведениями связаны личные истории. Именно поэтому в начале концерта Михаил Щербаков взял в руки скрипку и исполнил с оркестром «Шторм» в Вивальде. Следом прозвучал финал четвертой симфонии Чайковского. Здесь маэстро выступил уже в роли дирижера. Именно это произведение стало выпускным экзаменом в Уральской консерватории, которую Щербаков окончил уже по классу оперно-симфонического дирижирования. А вторым концертом Рахманинова для фортепиано с оркестром дирижировал в 1991 году на прослушивание в Самарскую филармонию. Мы очень долго на него ходим. Практически каждый концерт мы очень любим. Наслаждаемся каждый раз этой музыкой, потому что ей насытиться невозможно. С первых же шагов своей творческой деятельности в Самаре маэстро Щербаков зарекомендовал себя как инициатор множества смелых идей, рассказывают коллеги по творческому цеху. На счету музыканта 11 международных фестивалей, впервые прошедших в Самаре с участием молодых исполнителей США, Латинской Америки и России. Именно при Щербакове коллектив оркестра Самарской филармонии впервые стал выезжать на зарубежные гастроли, записал первые диски и вошел в когорту ведущих оркестров России. Михаил Ермоленко, События. На этом выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на странице в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!